Ребята, еще раз всех хочу поблагодарить за внимание и терпение. Мне Андрей сегодня поручил очень важное, ответственное задание – провести с вами беседу, общение. Это было довольно неожиданно, поэтому будет у нас разговор достаточно спонтанный. Я наблюдаю за вами. Сегодня у нас уже третий день в Хасе и вообще седьмой день поездки. И, возможно, вы немножечко подустали от различных экскурсий, от официальной информации, от того, что мы ходим по храмам, смотрим по сторонам. Есть такое? Или, в принципе, все интересно? И вот то, что Пемпа нам рассказывает, вас очень завораживает, вдохновляет и не дает возможности заснуть ни на секунду. Бывает иногда, что немножко скучаете. Потом я немножко замечаю тоже, что некоторые чувствуют усталость, может быть, от людей, от обстановки, незнакомый город, незнакомые люди. И надеюсь, что наше общение сегодняшнее с вами даст вам еще немножко сил для того, чтобы настроиться на кору, которая нас ожидает, и вдохновиться, и продолжить наш путь. Пемпа нам сегодня рассказывал про историю Тибета. Насколько это вам все сейчас понятно, то, что он рассказывал, и вообще, насколько вам это интересно? Как произошли тибетцы, как у них все это здесь складывалось, образовалось? Стоит об этом поговорить, как вы считаете? Насколько интересно? Проявляйте, пожалуйста, активность, потому что мне очень важно, чтобы это общение было эффективным, в первую очередь, для вас. С одной стороны, вы русские люди, у вас своя культура, но с другой стороны, вы приехали в Тибет, и познакомиться с тибетской культурой очень важно. Более того, почему нам интересно и важно знакомиться с этой культурой? У нас было очень много различных рождений в прошлом, и очень много знаний осталось от прошлого, которые на текущий момент еще заархивированы, которые спят в нас. И когда мы слышим ту или иную информацию, мы чувствуем отклик некий внутренний, возможно, это какая-то информация о Тибете, о практиках в Тибете. Услышав это от какого-то человека, вполне возможно, это поможет вам в поиске себя, как это странно не звучит. Будем разговаривать о культуре Тибета, об истории Тибета? Да. Да, хорошо. Пемпа нам сегодня сейчас показывала во дворце Нарбуллинка картины, каким образом произошли тибетцы. Вообще, очень много, конечно, есть различных историй. Если вы будете читать разные книги, слушать более, может быть, каких-то компетентных людей, которые хорошо в тибетской культуре разбираются, вы будете слушать очень разные истории, и очень сложно понять, а что же из этого правда. Более того, если вы будете читать и изучать различные эпосы других народов, вы тоже будете слышать разные версии. Здесь, возможно, стоит выбрать такой подход, слушать разные интерпретации и выбирать то, что ближе к вам. Я попробую вам рассказать тоже одну из интерпретаций, вполне возможно, что вы читали или слышали какие-то другие вещи. Если вам будет чем дополнить, я буду только благодарна. Так вот, согласно исследованиям на этих территориях, были разрозненные племена, как к ним попал первый правитель. Такую интересную историю я читала. В Индии в одной благородной семье родился мальчик. И тело у него было очень необычное. Очень необычное для Индии, необычное вообще для человеческого мировоззрения. У него на руках были перепонки. Вообще, внешность была такая непривлекательная. И мудрецы в Индии посоветовались и решили, что если этот мальчик останется здесь, то это будет неблагоприятно для индийского народа. Поэтому его транспортировали в Тибет. Высадили на границе рядом и удалились. И тибетские люди, прогуливаясь по этой территории, они обнаружили этого мальчика. И начали его спрашивать, кто ты, откуда ты пришел. И в виде его необычного облика им он был очень интересен. Он не мог им ничего сказать, только показывал на небо. И из этого они сделали вывод, что мальчик спустился с небес. И так как они искали себе правителя, они решили, что это самая хорошая кандидатура. Соответственно, они взяли его, причем посадили на носилки, поставили носилки себе на плечи, привезли в свое государство. Таким образом появился первый правитель. Вот лесенки, которые вы видите, которые рисуют на скалах, тоже есть мнение, что связано с такими легендами, что правители и первые такие руководители этих территорий, они спустились откуда-то с неба. Насколько это корректно? Ну, просто вам для информации, что такая легенда существует. Касательно того, каким образом сюда пришло учение Будды, тоже хочу сказать несколько слов. Также хочу обратить внимание, мы снимаем это видео на камеру, возможно, будем его выкладывать потом в сеть. То, о чем мы будем с вами говорить, в большей части относится к определенной исторической справке. Мы с вами пытаемся разговаривать на определенные философские темы, тем не менее будем упоминать какие-то термины, которые относятся к культуре тибетов в области верований. Но это не относится к никаким религиозным темам, поэтому это чисто беседа о определенных философских концепциях, для того, чтобы вы понимали, каким образом это возникало и чем было полезно для людей. Так вот, как узнали вообще про учение Будды на этих территориях? Один из правителей, которого звали Алхататори, он был осчастливлен тем, что ему на голову упала шкатулка. Упала шкатулка таким образом, что не причинила никакого вреда ему, но она открылась, и там были свитки, были тексты, которые содержали как раз какие-то сутры буддистские. Тогда не было никакой информации об этом языке, соответственно, царь заинтересовался, начали расшифровывать эти тексты, и когда они были расшифрованы, это было очень интересно. Таким образом, это было первое упоминание в этой информации. И следующие цари, про которые тоже нам уже рассказывали, это Сан Цингампо, который считается перевоплощением Аблакитишвары, Матхисатвы Сострадания, и двух его жен, которые считаются перевоплощением двух тар, белый и зеленый. И они очень многое действительно сделали для распространения учения Будды. Тоже я слышала такую интересную историю о том, что одна из принцесс, когда, по-моему, китайская, если не ошибаюсь, когда министр приехал просить ее руки для царя, она категорически была против. Потому что она понимала, в какую страну ей придется ехать, и эта страна, как она выражалась, дикарей, где не было никакой культуры, где не было учения, где не было возможности духовно развиваться. И она согласилась только с тем условием, что ей дадут возможность как раз построить этот храм, для того, чтобы она могла, находясь здесь, продолжать развивать себя так же, как она это делала в своей стране. Про царя Трисон де Цена тоже мы уже очень много слышали, что он с помощью своих друзей из прошлых жизней здесь основал первый монастырь, укрепил учения и пригласил Падмасамбаву. В принципе, если мы посмотрим, каким образом развивалось учение до Падмасамбавы здесь и после Падмасамбавы, увидим сильную разницу. После Падмасамбавы учение трансформировалось из-за того учения, которое было на территории Индии, в учение, которое больше подходило для людей этой страны, для их менталитета. И сохранялось до определенного времени, до последнего царя Ландармы. Тоже вам рассказывал Пемпо эту историю. Насколько она вам понятна, почему был такой перерыв в учении Будды? Не очень понятно или вы поняли? Есть легенда про Трисонда Цена, когда у него было собрание министров, к нему явился красный бык. Из пространства так материализовался красный бык и попросил у него защиты перебежища, говоря, что его преследуют, его изгоняют. На что Трисонда Цена, не думая, как-то спонтанно обещал ему защиту. И тот явился Падмасамбавы и сказал, что ты, не проанализировав события, сделал большую ошибку. Потому что этот бык – это воплощение определенных негативных энергий. И в будущем он воплотится в образе царя, который станет причиной исчезновения учения. Тогда Трисонда Цена дал такой обет, что он примет рождение в образе монаха и станет причиной ухода из жизни этого царя. В принципе, так и произошло. Когда воплотился царь Ландарма, он устроил гонение на учение Будды и убил его как раз монах. Так что это все тоже стало реальностью. Когда Ландарма все это сделал, на территории Тибета происходили такие изменения, которые привели к тому, что люди стали интерпретировать учения очень некорректно. То есть после Падмасамбавы очень сильно распространялось учение тантры, когда использовались различные средства, стимуляторы. Но если во времена Падмасамбавы это использовали каким-то образом по-умному, то есть Падмасамбава знал, что он делал. Когда он ушел, и когда уже не было руководителя, каким образом можно использовать такие средства, люди стали пользоваться этим, злоупотреблять этим. Как с какими-то сексуальными взаимоотношениями, так и стимуляторами алкогольными. Поэтому через некоторое количество времени учение пришло в сильный упадок. И тем не менее воплощались цари, воплощались люди, которые следовали истинному учению, которые пытались каким-то образом все восстановить. В частности, есть такое королевство в Гуге, и в нем воплотился царь Ешио, его звали. Он изо всех сил начал пытаться искать каких-то индийских бандитов, которые могли бы прийти в Тибет, для того, чтобы принести снова тексты, сутры, которые еще сохранились тогда на территории Индии, чтобы возобновить то учение, которое было изначально, которое могло бы людям помогать духовно развиваться, а не падать в соответствии с тем, что они делают. И он нашел, он отправлял несколько экспедиций в Индию, и нашел такого учителя, как Атиша. Вот мы с вами были в Дракьерпа, посещали с вами одну из пещер, в которой как раз Атиша медитировал. Все знают про Атишу? Или есть кто первый раз слышал? Кто не слышал никогда, кто это такой? Ну, не так много ребят, да, остальные знают, и я очень рада. Это индийский, я тогда подробно не буду рассказывать, буквально несколько слов, а если вы заинтересуетесь, почитайте. Это индийский бандит, который очень много времени провел в Индии, и он был одним из настоятелей монастыря Наланда. В общем-то, там бы и оставался, если бы не предназначение, которое, в принципе, для него было уготовано, основное его предназначение, а именно сохранить Дхарму Вуды в Тибете, возобновить ее. И несколько экспедиций действительно Айешио посылал. Две из них оказались неудачными, потому что пройти из Тибета в Индию было крайне сложно. Во-первых, очень много разбойников было в горах, потом совершенно другой климат, когда тибетцы попадали на территорию Индии. Это было невероятно тяжело, потому что здесь вы чувствуете совершенно другая высота, другой климат, и Индия совсем другое. И вот третья экспедиция оказалась удачной. Тогда действительно удалось поговорить с Атишей. Самому Атише тоже явились определенные божества, которые сказали, что если ты пойдешь в Тибет, то ты меньше гораздо проживешь в этом мире. Но тот вклад, который ты сделаешь, он будет много глубже. Соответственно, Атиша принял такое решение пойти. И когда он пришел, когда он увидел, что происходит в Тибете, он был удивлен и шокирован тем количеством информации и текстов, которые в Тибете сохранилось. В частности, был уже тогда монастырь Самье, были другие библиотеки. Но, к сожалению, люди не могли интерпретировать, они не могли изучать эти тексты, потому что истинных учителей тогда не осталось. То есть остались люди, которые в большей части занимались учением ВОН или занимались тем миксом, который остался после ландармы, после этих гонений. Соответственно, когда Атиша пытался разговаривать с людьми-ламами, он был удивлен, насколько они понимают по отдельности техники какие-то хинаяны или вариджаяны, но они не понимают, каким образом это все можно сочетать, и что на самом деле это одно единое учение. Поэтому он понял свое назначение и постарался донести информацию, постарался структурировать информацию таким образом, чтобы все эти тексты могли использоваться максимально эффективно. И когда, тоже вот я читала, когда он прибыл на территорию Самье, он был поражен количеством текстов, которые находятся в Самье. Даже звучала такая фраза, что на территории всей Индии нет такого количества текстов. И, соответственно, мы с вами побывали в пещере тоже. Ну, вы, возможно, почувствовали, что пещера необычная. Или нет? Не помните уже? Это вот первая пещера, которую мы с вами посетили в Драк-Юр-Пэм. После Атиши самым таким светочем является Цанкапа, про которого вы тоже очень-очень много уже слышали, но не могу упустить возможности про него сказать, потому что, ребята, я понимаю, возможно, вы устали и хотите немножко отдохнуть, но говорить про таких личностей – это невероятная благая карма, и слушать про них тоже невероятно благая карма. Поэтому давайте еще разочек, несколько минут послушаем. Вот из того, что я узнала, Цанкапа был рожден удивительным ребенком, потому что в совсем молодом возрасте, по-моему, в 5 лет, однажды увидев тибетский алфавит, он сразу же научился читать. То есть его никто не учил читать сутры, его никто не давал каких-то уроков. Увидев, он спонтанно сразу вспомнил все про алфавит. Увидев определенную сутру, какой-то текст, связанный с традицией, тогда была традиция Кадампа, которая осталась после Атиши, он, во-первых, очень хорошо начал читать тексты, а тогда очень ценились чтецы, и очень быстро изучил всю эту информацию, очень быстро изучал различные тексты других направлений. И, помимо этого, взрослея, он начал также писать свои труды. Но, тем не менее, взрослея, он изучал это все только с точки зрения ума. Даже когда он уже стал настоятелем одного из монастырей, еще не будучи таким просветленным, он знал это все только по форме. И вот как раз вот та встреча, про которую Андрей нам рассказывал в Гандене, по-моему, когда Манжоши не мог напрямую с ним разговаривать из определенных ограничений, и через определенного пастуха начал с ним контактировать, именно тогда у Цанкапы и случилось вот это пробуждение на другом уровне совершенно, то есть не только на уровне формы понимания, но и на уровне внутреннего понимания сути. После этого он действительно начал проводить это время так эффективно, когда у него время, наверное, каким-то образом растянулось, и оно воспринималось не так, как мы его воспринимали, когда он успевал делать колоссальное количество простираний, писать невероятное количество текстов, в то же время давать учения, восстанавливать храмы, восстанавливать статуи, и все это в течение одной жизни. Если честно, очень сложно представить, как один человек такое мог осуществить. Помимо Цанкавы было еще очень много различных деятелей, которые здесь тоже утверждали дхарму, которые писали тексты, которые помогали развивать учение. И каждый учитель, он привносил в учение что-то новое, что-то новое, исходя из своего опыта. Еще хотела очень вам рассказать про такой эпос тибетский, который редко упоминается. Даже вот в прошлом году я у Пемпа спрашивала, насколько вот он знает про этот эпос. Он известен в большей части сейчас в восточном Тибете и может быть не так распространен, потому что в Тибете сейчас, честно говоря, не до духовности. То есть мы с вами приезжаем сюда и пытаемся прочувствовать места, прочувствовать свою энергию, найти ответы на какие-то наши внутренние вопросы, на поиски наши. Кто-то сюда едет за просветлением. Сейчас здесь люди просто пытаются выживать каким-то образом. Поэтому, несмотря на то, что действительно вот эта территория, она стала хранилищем всей этой информации, люди не могут этим пользоваться. Здесь вроде бы есть и учителя, есть учения, есть места. И вот все возможности, но у людей сейчас совсем другие приоритеты на выживание. И вот когда я у Пемпа спросила, в общем, он не очень сильно был осведомлен, но тем не менее в общих чертах так знала, о чем речь. А речь идет о Гесаре. Есть такой текст, Гесар Царлинга, сейчас уже переведен на русский язык. Это считается эпосом. Что такое эпос? То есть даже во времена Подмосомбавы это происходило, или в те времена, когда Подмосомбав уже ушел из материального мира и перевоплотился в некий тонкий мир, но тем не менее оставался здесь наблюдать, что происходит. Эпос – это когда информация передается от человека к человеку устно и не записывается. И в те времена она, естественно, не записывалась. То, что дошло до нас, мы тоже очень можем, с одной стороны, критически воспринимать, с другой стороны, те ситуации, которые описываются в этом эпосе, они очень хорошо нам показывают, каким образом работает закон кармы, каким образом воздействует на нас наше физическое тело. Причем мы с вами себя воспринимаем как определенную личность, но мы можем верить, что мы в воплощении каких-то просветленных существ, или существ, которые имеют какой-то очень высокий духовный опыт, или какой-то не очень высокий духовный опыт. Тем не менее, мы с вами об этом не помним. Вот читая такие эпосы, можно пронаблюдать, что это действительно работает, и когда у нас возникают определенные сомнения в том, чем мы занимаемся, или какие-то трудности на пути, которые мы выбрали. Вот эти эпизоды, они помогают каким-то образом справиться. Я вам в нескольких словах попробую сейчас рассказать, какие фрагменты из этого эпоса могут быть нам интересны. Если вы потом захотите прочитать, вы обязательно это сделаете. Единственный момент вообще сказания о Гессаре, произведение непростое, непростое с точки зрения очень спорных моментов, которые там иллюстрируются. Потому что человек, у которого достаточно догматичное мировоззрение, читая определенные вещи про учителей, может усомниться в учении, разочароваться в учении. И вот я с точки зрения рассказа или первого вашего знакомства с этим эпосом тоже могу накопить определенную плохую карму, потому что я вас с этим познакомила. Если вы, прочитав, будете плохо думать о таких благородных вещах, которым учил Будда, это будет не очень хорошо и для вас, и для меня, и для многих других людей. Поэтому я обращаюсь к защитникам этого учения. Если пока кому-то из вас кармически не сожидено с ним ознакомиться, я думаю, что оно будет защищено от преждевременного знакомства. И всему свое время обязательно настанет. Что интересного там произошло? Начинается повествование с того, что показывается жизнь семьи, а в частности матери и дочери, которые живут в достаточно сложных условиях. И мать однажды узнает об учении Будды. Она узнает об учении и хочет оставить эту суетную жизнь, постоянный сбор еды, постоянное обустройство дома, какой-то уход, и уйти изучать это учение. О чем, в общем-то, дочери и сообщают. На что дочь реагирует очень негативно, потому что у нее, в общем-то, муж, дети, ей помощь нужна. А тут мама хочет уйти. И она пытается ее отговаривать, но, тем не менее, это ей не удается. Соответственно, мама уходит в Индию, там у нее действительно все достаточно успешно получается. Хотя, когда она идет, тоже сталкивается с определенными трудностями, переход сложный, но она достигает определенных своих целей. Дочь в то же время очень сильно на нее сердится, и она достаточно тяжело живет. У нее сложности в семье, у нее сложности с материальными средствами. И, умирая, она дает очень серьезный, очень жесткий обет стать причиной упадка учения Будды. Причем очень серьезно это дает. Это, кстати, тоже важный момент, на что стоит обратить внимание. Когда мы будем уходить из этого мира, очень важно, в каком состоянии мы будем уходить. Если это будет состояние осознанности, ясности, доброты, принятия каких-то ситуаций, в которой мы находимся, несмотря на сложности этих ситуаций, это будет воздействовать на перевоплощение. В зависимости от того, во что мы с вами верим, таким образом мы будем перевоплощаться в те или иные мира. Но, тем не менее, какое-то перевоплощение все равно будет. От состояния вашего ума, нашего ума, от состояния сознания будет зависеть, что это будет. И так как она находилась в очень гневливом состоянии, но, тем не менее, у нее был такой, видимо, сильный запас тапоса, этот обет должен был исполниться. И когда Падмасамбава увидел и услышал об этом обете, он предпринял всевозможные попытки, чтобы этого не произошло. Во-первых, он пытался изо всех сил сделать, чтобы она не приняла человеческое рождение. Также просил помощи от своих помощниц Мандаравы и Шецагьяль. Но, тем не менее, что бы они ни делали, никаким образом не получалось это предотвратить. И тогда была там произнесена такая фраза, что вот чему суждено проявиться относительно кармы. Карма настолько сильна, что никакие силы, даже самые сверхъестественные способности, даже самые просветленные мастера, они не смогут предотвратить эту карму. Она все равно должна будет проявиться в той или иной форме. Но в то же время это не значит, что у нас судьба предопределена, и нам нужно просто сложить руки и ждать, что же будет. То есть здесь очень важно понимать, что здесь одновременно существует определенная обусловленность того, что у нас будет предопределенность. И в то же время у нас есть выбор того, как это проявится. Это, возможно, сложно понять, потому что слова, которые это объясняют, достаточно формальные. И крайне сложно вообще найти слова для того, чтобы тонкие вещи объяснить понятно для всех. Когда мы пытаемся переводить переживания или какие-то тонкие вещи, которые мы испытываем, в слова, они сразу же перестают иметь вот этот тонкий аспект. То есть когда вы переживаете какой-то опыт и потом хотите им поделиться, когда вы произносите это, вы чувствуете, что это звучит не так, и опыт как-то уходит. Бывало с вами такое? Поэтому я изо всех сил вам пытаюсь это передать, но очень сложно, потому что я стараюсь не использовать очень много какой-то терминологии буддийской, которая многим может быть непонятна, и в то же время, чтобы это не было сильно казноязычное, примитивно, сказочно, и вы не думали, что то, что описывается, это какая-то определенная опять фантазия, сказка и прочее. Конечно же, с одной стороны, учителя давали различную информацию с помощью каких-то песен, как «Милорепа» или с помощью каких-то историй, легенд, и в какой-то степени мы можем воспринять это как мифы или легенды. Но наша задача не воспринимать это в чистой форме, а смотреть, какая информация заложена между строк. В принципе, вот идея всех сутр, идея текстов, идея вот этой информации, поймать информацию между строк и прочувствовать какой-то внутренний отклик именно с этой информацией, а не с рядом действий, что вот кто-то жил, кого-то перевоплотил, потом кто-то умер и прочее. Будем пытаться вот здесь смотреть. То есть вот первый момент, на который хочу обратить внимание, что карма очень серьезная штука. И несмотря на то, что существует сейчас действительно большое количество направлений, которые считают, что, в принципе, все вокруг есть пустота, и чтобы мы не делали это совершенно бесполезно, главное расслабиться, быть в таком осознанном состоянии, и все будет хорошо. Не привязываться ни к чему и прочему. Как бы мы с вами ни думали, как бы мы себя ни убеждали, возможно, это правило работает, возможно, действительно, все эти техники, но не просто так эти учителя пытались донести эту информацию. Но, тем не менее, то, как мы это интерпретируем с нашим двойственным мировоззрением, скорее всего, нас вводит в еще большее неведение, невежество. Поэтому, если у нас есть возможность вначале изучить какие-то исходные, базовые ступени учения и потом уже смотреть на продвинутые техники, это очень хорошо. Вот карма относится как раз к базовым, к самым важным основам как йоги, так и других концепций. Ну, в общем, необходимо было проявиться. То есть, вот эта женщина дала обет, она должна была проявиться в этом материальном мире, чтобы стать причиной исчезновения учения. Тогда Падмасамбхава собрал совет всех просветленных существ, и все вместе они решили, что необходимо обратиться к определенному бодхисатве, который имеет определенную кармическую связь с этой женщиной, ну, или с этой энергией, с этим существом. Обратились к этому бодхисатве, и он согласился принять рождение тоже на земле, но только с тем условием, если будут выполнены определенные договоренности, то есть воплотятся, во-первых, его друзья, во-вторых, будет определенное, сверхъестественное оружие тоже ему дано для того, чтобы вороться, ну, и определенные тоже еще некоторые техники даны. Соответственно, таким образом воплотился Гюсар на нашей земле, вот в тибетских территориях. Как он воплощался, тоже очень интересная история, но если будет у вас кармическая связь с этим эпосом, вы прочитаете. Что интересно, здесь тоже хотелось бы рассказать. Когда он воплотился, с ним воплотились действительно его друзья, в частности, ну вот бодхисаттвы или божества достаточно высокого уровня. Я очень надеюсь, что у вас вот слова бодхисаттва, божества не вызывают какой-то странности или неприятия, потому что все люди очень разные, у кого-то мировоззрение или традиция определенная. Постарайтесь здесь тоже не привязываться к словам, а смотреть между строк. Например, есть такая богиня Белая Тара, про которую много говорили. Она тоже приняла обет воплотиться на этой земле в качестве супруги Гесара и помогать ему на этом пути. Множество других бодхисаттв тоже проявлялось. Про Белую Тару просто что хочу рассказать, очень интересный эпизод. Когда мы принимаем физическую форму, мы забываем почему-то наши прошлые жизни. Почему мы их забываем? Мы можем долго философствовать. Просто есть такой факт, что мы их забываем. Это не означает, что у нас их нет, потому что есть многие люди, которые их почему-то вспоминают, их описывают. Есть много источников, которые их изучают, много течений и так далее. Но каждый забывает или помнит меньше. Может быть, в детстве мы помним что-то большее, но тем не менее постепенно это происходит. Вот эта материя, которая нас сковывает, тоже, наверное, придумана не просто так, для накопления определенного опыта, для лучшего понимания, осознавания своего предназначения или цели. Но вот факт такой есть. Тем не менее, когда мы принимаем рождение, мы с вами для чего-то это делаем. Вот каждый из вас, для того, чтобы принять эту форму, выбрал себе задачу на это воплощение. И может быть, посещая такие места, одна из целей, которую мы перед собой ставим, приблизиться к этому предназначению или к воспоминанию этого предназначения. Есть такой момент, вы как сами считаете? В принципе, вот когда мы с ребятами сейчас планируем организовать в ноябре такую йога-встречу, куда приедут многие преподаватели из регионов, из других стран, и там будут рассказаны тоже беседы, лекции на разные темы. Мы пытались найти, какие же темы вообще ребятам интересны. Делали опрос в наших группах в соцсетях и поставили вот такую тему, которую назвали «Как найти свой путь». Эта тема набрала сразу же максимальное количество голосов, потому что действительно для человека, наверное, очень важный этот вопрос. Согласны? Да, и каждый человек, который встает на путь какой-то традиции развития, самосовершенствования, он как раз делает это для того, чтобы понять цель своего предназначения, потому что часто мы сталкиваемся с тем, что делаем какие-то дела, находимся в какой-то деятельности, но внутренняя пустота никуда не уходит. Она остается. Мы можем чувствовать какие-то счастливые моменты, какие-то радостные моменты, пытаемся себя увлечь какими-то материальными ценностями, придумываем себе досуг, отдых, поездки, встречи с друзьями, пытаемся себя увлечь какими-то внешними факторами. Это может быть еда, просмотры прекрасных различных сериалов, но внутренняя пустота, она все равно остается. И она будет оставаться у нас до тех пор, пока мы не вспомним это предназначение, которое, в принципе, себе сами выбрали до того, как принять эту форму. Тем не менее, наша грубая материя почему-то нас так обуславливает, что мы забываем это. Это мы видим с вами на примере ей жизни Будды Шакимуни, который до 29 лет, в принципе, даже и не задумывался о том, что нужно чем-то другим заниматься. И в том числе у Гесары и у тех бодхисаз, которые перевоплотились вместе с ним. У Гесара все происходило достаточно быстро, то есть он довольно быстро вспомнил. Хотя, конечно же, ему помог под Масамбава, который перед ним воплотился, и напомнил ему конкретно, рассказав, что и как он должен делать в этой жизни. У Гесара произошло это воспоминание достаточно быстро, и он, в общем-то, начал готовиться, он начал осваивать, во-первых, боевые определенные техники, потому что та женщина, про которую он рассказывал, она воплотилась причем в трех царях, которые, ну, в общем, боролись с учением Будды, так скажем. Поэтому нужно было бороться определенными способами, не совсем мирными тоже. А вот супруге его было тяжелее, потому что ей под Масамбава не являлся. И сначала было, в общем-то, все хорошо, то есть он на ней женился, у них было какое-то время, достаточно благополучное время, и она ему помогала, она его собирала в поход, она заботилась, старалась о нем. Но тем не менее, когда он ушел в один из походов и прошла молва о том, что его убили, вот, она осталась одна, и когда к ней посватался один из тех царей, который, в общем-то, был эманацией той женщины, которая уничтожала учения, в общем, она согласилась стать его женой. Да, и уехала с ним. Более того, у них родился ребенок, и она настолько сильно привязалась к ребенку и к этому новому мужу, что когда Гесар проявился, чтобы, в общем-то, забрать ее домой и продолжать выполнять их предназначение, она не захотела. При том, что это, я не знаю, насколько вы глубоко изучали всю эту ситуацию с буддистскими божествами. Вот белая тара – это достаточно высокого уровня божество. Если говорить о Авалакитишвари, бодхисатве, сострадании, которое считается покровителем Тибета, то белая тара – это божество такого же уровня. И перевоплотившись в нашу прекрасную сансару, она забыла обо всем, понимаете? Поэтому то, что происходит с нами, порой наши грусти, печали, наши неудовлетворенности, наши ошибки, они обуславливаются, в принципе, вот тем же самым. И здесь без помощи просветленных наших друзей, наших единомышленников, наверное, никак не обойтись. Гесару пришлось пойти на определенные уловки для того, чтобы ей напомнить о ее предназначении. Это было очень непросто. Вообще, Гесар был достаточно таким жестким правителем, в то же время бодхисатвой. Он использовал жесткие методики. В общем, забрал он ее домой, и начали они снова продолжать то дело, ради которого перевоплотились. Также хотел еще один момент, наверное, обратить ваше внимание, что после всех этих битв, после всех этих походов, Гесар всегда уходил в пещеры, уходил в практику для того, чтобы восстановить свой уровень, для того, чтобы очистить те кармические накопления, которые у него образовывались посредством этих действий. Несмотря на то, что он действовал вроде бы без привязанности, он, например, боролся с этими правителями не для того, чтобы завоевать себе новые земли, то есть он не ставил достижения определенных результатов, тем не менее, все равно кармические связи завязывались. И ему необходимо было выполнять определенные очистительные техники для того, чтобы после ухода из этого мира не перевоплотиться определенным образом. Это нам показывает, что даже бодхисатты высокого уровня могут перевоплощаться самым разным образом, если они заиграются. И если добрые друзья, которые, может быть, раньше пробудились, не помогут им и не напомнят о том, для чего мы принимали эти рождения. Почему я вам это рассказываю? Надеюсь, что такие легенды помогут вам в трудные периоды, потому что здесь у нас ребята самого разного уровня, с самым разным опытом практики. И, может быть, не для всех йога на первом месте. И у многих ребят есть какие-то приоритеты по жизни, вы ставите какие-то цели и задачи. Наша жизнь, она на самом деле очень коротка, и мы совсем не знаем, сколько нам еще отведено времени для того, чтобы заниматься той деятельностью, которой мы занимаемся. Мы можем себе рисовать планы на жизнь на 20 лет вперед, что сейчас мы съездим на море, через какое-то время мы устроим себе какие-то еще каникулы, потом мы сходим на какое-то обучение, на повышение квалификации, немножечко еще поднимем свой уровень, и потом уже мы, может быть, эти практики, техники начнем воплощать в жизнь. Вот подобные легенды, истории, эпосы, они нам помогают вспомнить о том, что мы, конечно, можем предполагать и планировать, но ситуация может повернуться совсем другим образом, и такие легенды помогают нам ценить то время, которое у нас сейчас есть. У нас есть сегодняшний день, у нас есть та информация, которую мы приобрели посредством учителей, посредством просветленных людей, и тот запас опыта в практиках, которые мы сейчас можем сделать, это, наверное, самое важное, что мы можем сделать. Вот, в частности, мы с вами в Тибете, у нас есть информация от преподавателей, которые проводят нам занятия, и очень важно, каким образом мы проводим те или иные практики. То есть утренняя медитация — это когда мы с вами занимаемся практикой, а не когда мы думаем о том, что будет впереди, строим планы или вспоминаем о доме, или думаем о каких-то других волнительных вещах, когда у вас есть возможность для практики, вы занимаетесь этой практикой, стараясь не думать, что она вам может дать, чем она вам может помочь. Вы стараетесь максимально отстраненно от различных размышлений заниматься тем, чем занимаетесь. И вот такие занятия, они дадут вам определенный запас тапоса, который тоже повлияет на наше все перерождение и установят определенную кармическую связь с учением. Какие у вас есть вопросы? Да. Вот Александр сделал дополнение о том, кем являлся воплощение Гесара. Как Александр сказала, согласно Александре Девитниеле, Гесар был воплощением в Ижапане Манджуши и Алгешвары. Я просто читала этот эпос в переводе другой традиции, хотя тоже она там принимала участие. И того бодхисаттву, который там упоминали, я даже не встречала. То есть я даже не запомнила его имя. Это имя упоминалось там как имя одного существа. Вполне возможно, в этом существе была энергия вот как раз этих бодхисаттв. То есть здесь очень сложно, нам умом очень сложно понять, каким образом один Манджушри, одновременно находясь в образе Манджушри, в энергии Манджушри, может также давать наставление Цанкапе, которое также является имя нации Манджушри. То есть это такая путаница сложная. Но дело в том, что нам с вами для развития не нужно понимать все эти тонкости. То есть все то, что я вам рассказываю, это должно вас вдохновить. Если это вас не вдохновляет, или вы видите в этом больше сказки, нежели реальности, или какие-то противоречия с тем, как я рассказываю, просто не пришло то время, когда вы встретите такого человека или те истории, которые вас действительно вдохновят. Просто вам нужно свое время, своя история. Вот и все. Здесь не стоит во всей информации, во всех хрониках разбираться очень подробно. То есть лучше уделить время практике, нежели глубокой философии и изучении каких-то этих вещей теоретических. То есть максимальное время для практики и по возможности разбираться это все в теоретических аспектах. Такой вопрос Светлана задала, что из моих слов можно сделать вывод, что наше предназначение мы выбираем до нашего воплощения, но также есть мнение, что наше предназначение является следствием нашей кармы. Дело в том, что в этот мир воплощаются существа очень разного уровня, с очень различными кармическими накоплениями. То есть есть, сложно сказать просто, кто воплощается, но допустим, души. Есть души, которые накопили определенные кармические ограничения, они так запутались, они настолько ушли от своей истинной сути, что действительно карма влияет на их воплощение, и карма определяет те уроки, которые они должны пройти, для того, чтобы перейти на тот уровень, который приблизит их к пониманию или к приближению того Абсолюта, которым они, собственно, являются. Но есть души или есть сущности, которые помнят это. Ну, как вот, например, если мы говорим о традиции в Тибете или в буддизме, это божества, которых мы называем Тара, Валакитишвар или прочее. Если мы будем разбирать любую другую традицию, тоже есть какие-то более высокие сущности, которые осознают себя в тонком теле, и они могут принимать человеческое рождение. Вот в этом случае божество или сущность такого уровня, оно выбирает свое предназначение, оно выбирает форму, где оно воплотится, или несколько форм, где оно воплотится. Опять же, это одна из теорий, которая мне близка, моему уму понятна. Здесь очень такой важный момент. Мы с вами сейчас разговариваем, и мы думаем, что мы можем на словах умом понять какие-то очень тонкие вещи, понять смысл, что такое реальность, вчера кто-то спросил. То есть это такие глубокие вопросы, которые, как я в начале этой беседы сказала, если мы попробуем перевести в слова, мы сразу же потеряем суть. И это бесполезно делать. Есть очень интересная сутра, где Будда отвечает на вопросы, по-моему, вопросы Малунхи, она как-то называется, где Будде задаются определенные вопросы. Он говорит, что вот это вот конкретные вопросы, по-моему, 10 вопросов, на которые не стоит отвечать, потому что ответы на эти вопросы, они не приблизят к вас, к реализации, они вам ничего не дадут в практике. Есть вещи, о которых стоит размышлять, есть вещи, которые за пределами понимания. Вот Андрей часто приводит, когда у меня есть какие-то сомнения или когда я пытаюсь копаться в какой-то философии, есть такая аллегория. Вот есть квадрат и есть круг. Если ваше мировоззрение пока как круг, вы смотрите на какой-то объект, вы смотрите на какой-то вопрос, и вы увидите его в рамках вот этого круга. Вы никогда не увидите вот эти вот маленькие кусочки, которые за пределами круга. Вы можете справа смотреть, слева, неважно. Для того, чтобы увидеть полностью картину, вам нужно расширить мировоззрение. И это возможно сделать только через практику, через личный опыт. Личный опыт можно получить только, накопив определенное количество энергии, через благодарность, через служение другим людям, опять же, в разной форме. Здесь очень много есть концепций, каким образом, какое служение людям самое полезное. Кто-то говорит, что нужно заниматься только этим, кто-то выбирает какой-то другой путь. Не могу пока однозначно сказать, но, наверное, самое эффективное, когда вы приносите какую-то пользу, и вы не накапливаете негативной кармы. То есть если вы можете найти такую деятельность, это самое эффективное. И таким образом вы будете приближаться к раскрытию своего потенциала. Потому что, вот тоже я уже говорила, только раскрытие вашего потенциала, только выполнение того, для чего вы сюда пришли, даст вам этот внутренний покой, спокойствие. И людям вокруг с вами будет комфортно. Пока вы занимаетесь чем-то не своим, не тем, как бы вы не прикладывали усилия, как бы вы не старались, какие бы горы вы не рушили, если вы занимаетесь не тем, что вы выбрали изначально, ну, люди будут к вам относиться все равно странно. Если вы на своем месте, это будет чувствовать вокруг, вы будете сами прогрессировать, и люди тоже будут вокруг вас прогрессировать. Говорить на такие темы очень важно. В той же сутре учения Вималакерти, отвечая на один из вопросов, Вималакерти говорит, что важно говорить слова в нашем мире, в нашем мире сансарь, в котором мы находимся, они являются одним из методов, через которые мы с вами можем приблизиться к пониманию определенных вопросов. И именно через общение, через копания какие-то внутренние, потому что в голове, чем глубже мы копаемся, тем больше мы запутываемся. И, в принципе, знаете, так можно дойти до сумасшествия определенного, потому что настроить себе можно очень много концепций, и чем больше ты с собой разговариваешь, тем больше появляется идеальных, гениальных мыслей, как устроен этот мир, что ты все понимаешь, что ты все знаешь, но на практике это мало может помочь тебе, и мало может какую-то пользу принести другим. Когда мы общаемся с вами, когда мы задаем друг другу вопросы, когда мы произносим какие-то вещи, происходит вот тот коннект, возможно, с нашими прошлыми воплощениями, который считается тоже, концепция времени, она очень интересная, который одномоментно тоже где-то существует. И вполне возможно, вот наши беседы, какие-то вопросы, которые у нас возникают, это наша же помощь нам из будущего или из прошлого, для того, чтобы мы приблизились к пониманию каких-то важных вещей. Поэтому разговоры очень важны, но сильное умствование и философствование – это излишне. Большей части давайте стараться уделять внимание практике, подготовке к нашему важному событию, который у нас впереди, потому что когда у нас с вами будет кора, несмотря на то, что мы будем в группе, кору будет каждый проходить самостоятельно. Даже если где-то рядом идет человек, вы все равно находитесь внутри, вы все равно читаете или какую-то мантру, или каким-то образом сами настраиваетесь, или пытаетесь просто вслушаться в ту тишину, которая вокруг вас происходит, или настроиться на кайлаш, который рядом. И вот вся вот эта атмосфера, она тоже является определенной практикой. Практика – это не значит, что вы сидите в медитации, закладываете или не так. Практика – это не только, когда вы сидите с закрытыми глазами. А что у вас внутри происходит, никто не знает. Вот когда вы будете идти на коре, надеюсь, у вас будет самая настоящая практика. И вот я сталкивалась с рассказами ребят, которые вроде готовились-готовились к коре, но когда приходило время в нее идти, настолько забывали, в принципе, о целях этой поездки, о том, для чего они начали эту кору, начали это путешествие, настолько запутывались в каких-то физических ограничениях или возникали какие-то омрачения, гневливые мысли. И старайтесь это все отключить и постоянно себе напоминать о вашей задаче. Как бы вам тяжело не было, многим будет идти тяжело. Я сама проходила кору очень-очень тяжело. Я, наверное, одна из самых таких отстающих участников у нас в группах, потому что дважды мне приходилось брать себя лошадь для того, чтобы преодолевать дыром лала. Но тем не менее, на каждую новую кору я иду с определенной надеждой, что я смогу это преодолеть и смогу кору пройти в большей части на каком-то внутреннем уровне. Поэтому для вас, для многих из вас, это первая кора. Я вам желаю, чтобы когда вы подошли к этому значимому дню, вы в большей части были сосредоточены на ваших внутренних задачах. Тяжело будет, но ваша форма физически ограничена только с точки зрения вашего ума. Если вы сможете уму объяснить, что вся эта физическая боль, весь этот дискомфорт, это нормально, и вы это можете преодолеть, вы сможете переключиться на совсем другую структуру, на совсем другой уровень. И кора пройдет совершенно по-другому. Тоже ребята рассказывали, когда они могут переключиться на такую волну, на такой ритм, они не замечают, как вдруг оказываются на перевале. Вот вроде только начался подъем, и уже перевал. Поэтому я вам желаю, чтобы вы смогли настроиться, чтобы вы смогли сохранить этот настрой и в завершении коры получить определенные результаты, которые помогли бы вам, вернувшись в социум, дальше эффективно существовать, помогать вашим близким. Знаете, это очень глубокий вопрос. Марина задала вопрос, возможно ли такая ситуация, что Бадхисатва воплощается в этот мир и складывается так ситуация, он так запутывается, что он не вспоминает себя, не вспоминает свое предназначение и что-то происходит. Я не обладаю такими ситхами и не могу сказать сама, и таких вещей не встречала. Тут мы можем только предполагать, и предполагать можно все, что угодно. Сансара и Маара, они очень искусны. В принципе, в этом мире возможно все, что угодно. Но и защитники тоже очень сильные. Если мы смотрим на жизнеописание Гессары и видим, что под Масамбаву, увидев, что как-то все из-под контроля выходит, все-таки явился и изменилась ситуация, я предполагаю, что светлые силы, они всегда побеждают. И рано или поздно все равно душа вспоминает свое предназначение. Другой момент, когда рано или поздно, тут тоже такой есть момент, который близок к направлению таких недвойственных, адвайтистских течений, что вам все равно когда-нибудь достигнем просветления, ну чего, ну не в этой жизни, ну в следующей, ну не в следующей, через пару кальп, ну какая разница, рано или поздно все равно эта вселенная закончится, мы все освободимся и все будет хорошо. Тут такой момент, что так могут говорить только люди, которые еще не очень сильно страдали. Потому что вот у всех ребят, кто в эту поездку приехал, у вас по жизни все хорошо. Если вы себе смогли позволить уехать, во-первых, из ваших городов, семей на 20 дней, если вы могли финансово себе позволить отвлечься от ваших дел, у вас все нормально, вы не ограничены какими-то ситуациями. Ну вы знаете, я когда читаю различных жизнях людей, которые воплощаются в Африке или там в каких-то других странах, которые подвержены каким-то странным ритуалам, которые испытывают невероятную физическую боль, душевную боль, когда душа, воплощаясь в теле женщины, она в принципе настолько ограничена, что не может даже познать какие-то там радости материнства или какой-то женской доли, которые западному человеку свойственны. То есть когда человек говорит «Ничего, я пострадаю». Здесь и счастье есть, и страдания, но это нормально, и в следующей жизни так будет. Пока у него еще такой вот средний уровень. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас пришел уже в этой жизни к такому пониманию, что лучше раньше. И более того, лучше раньше не для себя, потому что ты уже это осознал, что это тяжело, что дальше-то может быть только хуже, а другие еще этого не понимают. Что они в этой жизни приняли такое рождение, и у них 50 на 50 радостей и страдания, что будет потом совсем неизвестно. И вот эта забота, вот вчера тоже мы говорили про сострадание и жалость, когда вы понимаете, что с ними может быть такое случиться, что они даже себе не представляют, что, и вот это сострадание настолько вас переполняет, тогда вы начинаете искать все возможные способы для того, чтобы пробудиться, для того, чтобы стать людям настолько открытым, настолько полезным, и находите все возможные методики. Когда вы искренне, альтуистично подходите к вашему служению, причем я говорю здесь не только о йоге, я говорю о любом служении, которое для вас эффективно. Здесь очень важно, чтобы вы по-честному себе могли признаться, что ваша деятельность, она не приводит к накоплению неблагой кармы, потому что люди могут к каким-то творческим профессиям прибегать еще к каким-то очень важным, научным, исследовательским, медицинским, и прочим. Все это очень важно в мире, но если у человека есть возможность распространять учения, которые помогают взращивать наши добродетельные качества, это самое важное. Если у человека есть возможность способствовать этому, очень здорово, если он себе раскрыл такие способности. Если пока не раскрыл, он чувствует, когда он это делает, что он не на своем месте, но это совсем другой момент. Соответственно, когда человек выполняет вот такие действия искренне, альтруистично, мне кажется, что не может быть такой ситуации, что он не вспомнит свое предназначение в этой жизни. Батхисатва вспомнила? Конечно. Ну, у нее был помощник, сам Батхисатва, который не дал ей возможности не вспомнить. Здесь очень важный момент, почему я тоже всегда очень благодарна ребятам за поддержку, помощь и просто за общение, которое у нас в клубе. потому что даже наши встречи, когда мы разговариваем на какие-то, может быть, повседневные темы или пытаемся обсуждать какие-то философские термины, философские учения, это очень сильно поддерживает, это происходит обмен энергии и, наверное, тоже помогает приближаться к ответу, для чего мы здесь воплотились. Вот как Гесар воплотился со своей командой для чего-то, вот, наверное, каждый человек со своими друзьями, они тоже делают какое-то великое дело. И они могут сделать это великое дело только вместе. Я не знаю, зачем мы воплотились на этой планете, не могу на 100% сказать, сформулировать, опять же, все не потому, что у меня нет идей или догадок, они у меня есть и много, но если я начну это все трансформировать в слова, это станет словами. Это предназначение, оно возможно только вместе. И я очень благодарна, что ребята помогают своей энергией, помогают своим присутствием, своим общением, своим энтузиазмом. Надеюсь, вместе у нас все получится. Это очень сложный философский вопрос, тоже на который можно долго умствовать и мудрствовать, но на практике происходит это таким образом. Когда вы применяете к себе какие-то аскезы, как у нас в йоге говорится, жизнь начинает определенным образом меняться. В то же время без аскез у вас происходят определенные жизненные ситуации, которые тоже вам дают понимание, что не просто так это с вами случилось. Когда вы испытываете какой-то неблагой поступок по отношению к себе, кто-то к вам не по-доброму обращается, или какая-то ситуация, документы мы теряем в самолете или все что-то, мы понимаем, что это какие-то кармические обстоятельства, которые почему-то случилось. Когда человек практикует какие-то аскезы, понятно, что такое аскезы, определенные, возьмем те же упражнения асаны, когда мы выполняем асаны, мы претерпеваем ограничения через наше тело, мы изменяем нашу энергию. И таким образом происходит изменение вот этой накопленной кармы, то есть тот багаж, который у нас остался в прошлых жизнях, в этой жизни у нас проходит несколько иначе. Понятно это или не очень. Просто здесь приводят очень часто такой стандартный пример, что если вам было суждено получить какую-то травму тела, то занимаясь практиками асан, применяя аскезы, причем занимаясь асанами не как практиками для здоровья, когда вы стараетесь себе поправить какие-то органы, стать красивее, моложе, стройнее, а когда вы стараетесь работать именно с этой задачей. И претерпевая определенные боли, дискомфорт, встречаясь в какой-то ситуации, вы испытываете минимальные ограничения в теле. То есть это может быть, например, вы потянете ногу, или у вас какая-то царапина произойдет. Ну вот такие ситуации. Вот карма меняется. То есть у вас была карма испытать какие-то телесные ограничения, но через аскезы вы это изменили и получили минимальное такое вот, минимальное повреждение. Ну вот так стандартно объясняют. То есть здесь опять же моему уму понятно, я поэтому это вам рассказываю, потому что я в это тоже верю. Я не договорила тогда, почему мы про это разговариваем, потому что вот все эти концепции вам важно понять и успокоить ум, потому что на самом деле вот в каждом из нас есть нечто, что все это отлично знает, что в принципе уже реализовано вот с точки зрения различных глубоких техник, типа цакчен и прочего. Есть природа Будды в каждом человеке, в которой в принципе ничего не нужно, в которой все нормально. Но вот даже понимание и даже проговаривание вот этих слов, оно нас не избавляет от того, что у нас есть с вами карма, от того, что у нас есть обязательства перед родителями, от того, что у нас будут следующие перевоплощения. Я могу сколько угодно говорить, что я не двойственна и все нормально, и я не волнуюсь о том, что будет со мной в следующей жизни, но если со мной вот я выйду сейчас на дорогу и там, не знаю, что-то случится такое неожиданное, я испугаюсь, я отреагирую самым обычным человеческим образом. Где моя недвойственность будет? Где все вот эти мои разговоры о том, что я знаю, что будет дальше? И в принципе так у большинства практиков, которые себя позиционируют как люди высокого уровня, но когда они сталкиваются с обычными бытовыми ситуациями, они ведут себя совершенно обычно. Поэтому все эти разговоры, они нужны для того, чтобы успокоить ум. И каждому нужен свой разговор, у каждого это будет какие-то свои аргументы, у кого-то будет то, что я рассказала о Гесаре, кого-то это не привлекло, кто-то найдет там из йога в асиртхи. Каждый найдет что-то свое, когда успокоится ваш ум, вы сможете услышать эту тишину и, может быть, соприкоснуться с этой природой. Потому что вот сближение этой природы показывает нам, каким образом реализовывались мастера прошлого. Кто-то реализовывался с помощью учителя, кто-то реализовывался с помощью каких-то тонких сил, энергий, Абсолюта, Бога, я не знаю. Но это происходило у всех по-разному. И в то же время всех по-одиноку. Вот, ребята, благодарю вас за терпение, что выслушали. Надеюсь, будет польза от этой беседы, нашим путешествием. И давайте завершим нашу беседу тоже троекратный мантры Ом. Всегда, когда мы с вами общаемся, на тонком уровне, скорее всего, присутствуют определенные духи, божества, для которых тоже важно прослушивание этой информации, установление кармической связи с тем, о чем мы с вами разговариваем. Для того, чтобы иметь инструментарий, получить перевоплощения, которые помогут также раскрыть свой потенциал, освободиться от тех ограничений, страданий, которые они вынуждены претерпевать. Давайте посвятим заслуги от этой практики, от этой беседы всем, кто с нами связан, нашим близким, чтобы они также встретились с практиками самопознания и смогли применять их в этой жизни. Трикратное мантры Ом. Редактор субтитров А.Семкин